Сегодня в фермерских хозяйствах большое распространение получили козы, насчитывающие десятки пород. В последнее время очень популярными стали камерунские козы. Это древняя порода, которой тысячи лет. Она имеет небольшие размеры, хорошо адаптируется к неблагоприятным условиям. Таких коз брали с собой моряки, уходившие надолго в море. Отсутствие особого ухода и неприхотливость в еде позволяла кетобоям использовать коз в качестве источников мяса и молока. Козы породы весят 15 килограммов, самцы 17-25. Рост в холке до полуметра. Окрас животных от карамельного до темно-коричневого. Густая короткая шерсть защищает от морозов зимой. Козы просты в разведении, имеют круткий нрав, не подвержены традиционным заболеваниям, поддаются дрессировке. Испражняются козы в специально отведенных местах. Карликовая коза вынашивает несколько козлят. Беременность длится 5 месяцев. Рождаются от 2 до 4 малышей. Вес новорожденного 350 граммов. Малыши подвижны и развиты, стоят уже через 2 минуты, питаются молоком, в 3 месяца активно передвигаются. Коза в сутки дает от 1 до 2 литров молока, жирностью 6%, из которого делают сыры. Молоко хранится в холодильнике 2 недели. В нем повышенное содержание кальция, фосфора, железа и калия. Ценится и мясо камерунской породы. В нем мало жира. В качестве диетического оно конкурирует с курицей и кроликом. Карликовые козы являются долгожителями и живут до 20 лет. Чтобы добыть корм, козы могут влезать на деревья, взбираться на отъездные скалы. Нежелательно их разводить в приполярных и болотистых местах. Козы любят сухость и чистоту. В качестве подстилки применяется зерновая солома. В еде козы не знают меры, поэтому их нельзя перекармливать. Привлекательный вид, неагрессивное поведение и устойчивость к инфекциям делают камерунских коз популярными у фермеров в качестве домашних питомцев и декоративных животных. Редактор субтитров А.Семкин